всем привет сегодня будем ставить программу балаболка но перед тем как ставить вот давайте посмотрим как она работает вот в линуксе она запускается я поставил только один русский голос дегала николай прекрасный русский голос был сделан еще в 2000 году и до сих пор остается лично по моему мнению одним из самых лучших голосов ставим курсором на любое место нажимаем кнопочку вы вероятно шутите доктор радиант пельмана понятия известными всякому школьнику пространство это меня не удивляет радиант пельмана и был открыли впервые именно школьникам к сожалению я не помню как его звали посмотрите у степсона в его истории посещения там все это подробно рассказано хорошие настройки по скорости но можно сделать очень медленно открыл радиант первыми школьник опубликовал координаты где а назвали радиант почему то мои мы можно сделать быстро итак чем мы сейчас займемся значит я открою программу system bug и при помощи программы system bug вернусь на исходные позиции то есть вот та резервная копия которую я делал до того как поставил балаболку вот она у меня здесь поэтому я сейчас все это дело восстановлю перезагружусь и начнем по новой и устанавливать уже итак я перезагрузился все у меня здесь чистенько как говорится балаболкой не пахнет теперь значит займемся ее установкой откроем терминальчик и скопируем первую команду установим репозиторий ну спросит имя пользователя заведем имя пользователя enter нажмем затем обновимся итак Установку сделали, теперь закрываем терминальчик, идем в менеджер программ, и вот там мы поставим оттуда шрифты майкрософтовские. Так они легче ставятся. Через терминал иногда кнопочка ОК не срабатывает. А так вот мы их сейчас завели. Вот они. И вперед, и спер с ней. Ну и теперь поставим сам Вайн и Вайн Трикс. Здесь ставим галочку, нажимаем Forward и ждем окончания установки шрифтов. Все шрифты установлены. Ну и теперь идем дальше по плану. Заполняем Вайн. Я бы даже сказал не Вайн, а Вайн Трикс. Вот этим сюда. Вайн. И вот Вайн Трикс я сейчас добавлю пока на панель. Вот появляется вот табличка, конфигурация, там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот тут прям отмечено Select the Default Вайн Префикс. Нажимаем ОК. Не хочу я, чтобы статистику там собирали от меня. Отмечаем галочкой, вот первую. Да-ля-ль или компонент. И вот нам здесь надо это всего лишь. Вот посмотрите. Первое. D3DX9. D3DX9. Дальше. MSV Cert. вот она дальше VC-RUN 2008-2010 и SpeedCheck Speech SDK VC-RUN 2008-2010 нажимаем на ОК и ждем окончания загрузки в процессе загрузки выскакивает уже на немецком нажимаем на кнопочку Я Next Repair пускай устанавливает Finish запустить да ради Бога пусть запускается в конце переноса до конца до конца футболь пускай обзор пускай пускай унижаем пускай пускай Здесь указываем галочку, что мы прочитали лицензионное соглашение, нажимаем на готово. Ну и теперь проверяем, что у нас поставилось. Значит, D3-9X есть, MSV есть. Спич СДК есть, и 2008-2010 есть. Ну ладно, теперь ставим балаболку и голоса. Они у меня находятся вот здесь, вот в папочке, значит балаболка. Вот у меня файлик находится Setup.exe. Открываю его и на русском языке начинаю установку. Ну, программа запустилась, установилась, но мы её запускать не будем. Открываем, а поставим ещё голоса. Голоса поставим какие? Иван, Николай, поставим английский голос. Как он хочет. Поставим английский, английский. И теперь поставим ещё. У меня имеется голосочек один. была в булке. Катерина. Будет один русский голос мужской, один женский, один английский и несколько американских словарь. Вы уже сами там будете разбираться, как подключать, что, в принципе, меня так устраивает всё. Итак, вроде бы всё необходимое сделали, но давайте проверим. Голосочек русский вроде бы есть, но давайте книжечку какую-нибудь откроем. Робочий стол. Книги. Ну, любой текстовый файл возьмём. Стругацкий. Из интервью, который специальный корреспондент Хармонского радио Кузяму доктора Валентина Бильмана получил присуждение последнему нобелевскоревению по физике за 19 год. Пространство. Пространство. Вероятно, вашим первым серьёзным откроителем, доктор Вильман, следует считать так называемый радио Кузяму. Ну, как говорится, комментарии излишни, скорость выше, скорость меньше, тембр ниже, тембр выше, настройки простейшие, читает форматы текстовые, читает форматы FB2 и читает страница HTML, то есть веб-страница. Книги, значит, найдёте себе по вкусу, как только пожелаете, и фантастика, и приключения, да что угодно, там любовные романы, там поэзия. Вот. Голос вполне приличный. Второй голос по сравнению с Николаем слабоват. Значит, это Катерина. Полагает, что нет. Людиан Пьянина, это не первое, не серьёзное, собственно, не где, и не совсем моё. Вы, вероятно, шутите. Доктор, Людиан Пьянина, а эти известные... Какая-то манерность, в общем, смотрите на любителя, настраивайте. А мне нравится Николай, вот. Работает, работает нормально, как говорится, и безо всяких проблем. Это меня не уделяет. Родиан Пьянман и Брилла, скажи, впервые именно школьникам. К сожалению... Взяли, закладочку положили. Закрыли программу, пошли в магазин, купили молочка, вернулись назад, запустили. Перейти на быструю закладку. Перешли. Звали. Посмотрите, у стих сона, в его истории, посещение, там, всё. И с того места, на котором прорывались, пожалуйста, как говорится, с него и продолжили. Вот такая вот хорошая программа Олина. Она очень полезна для слабовидящих людей. Значит, мне недавно прислал один из пользователей, значит, что вот он тоже установил эту программу на Linux Mint. Ну, мне там, честно говоря, не совсем понравились его голоса. Он там и сам пишет, что иногда бывают там перерывы и так далее, хотя вроде бы в жизни всё лучше. Я вот показываю всё то, как вот у меня есть. То есть вот я считаю, что вот этот голос Дегала Николай вполне приличный русский голос. Надо отдать должное, что вот ему уже 15 лет, и никто его так и не переплюнул. Вот что хотите, то и делайте. Слышу я и Ирину, и Катерину, и Ольгу, и какие только они слышат голоса. Вот во всех них что-то такое вот есть, что что-то искусственное. А Дегала Николай, он очень близок, скажем, по своим тембровым характеристикам к человеческому нормальному голосу. Ну, самое главное, значит, задача решена. Файлик, значит, с моими командами по балаболке вы всегда сможете скачать. Вот согласно этому файлику поставите балаболку и голоса. Балаболку и голоса, значит, всегда можно взять у меня на кладовочке скачать. Я туда специально заброшу. Там сейчас есть, но я несколько подредактирую, чтобы было только самое необходимое. Значит, сама по себе, значит, балаболка с голосовыми модулями у меня расположена вот здесь. В программах виндовсовских. Но поскольку это сделано для линукса, то поэтому я, значит, вот балаболку для линукса, я ее помещу вот сюда. Вот здесь будет папочка. Вот я сейчас ее назову. Балаболка. Вот. И вот в ней, значит, найдете самое необходимое все, там, голоса и так далее, что вам пригодится для того, чтобы, значит, установить к себе балаболку, чтобы ее никуда нигде не рыскать. Вот. Взяли, скачали и все нормально. Так что вот желаю вам, как говорится, всяческих там приятностей с этой программой. Программа действительно очень хорошая. Долго у меня руки до нее не доходили. Но в конце концов все-таки все это дело сделал. Так что вот желаю всем удачи. А кто найдет голоса, на которые вы посчитаете, что лучше, давайте я скачаю, проверю, посмотрю. Ну, чем черт не шутит, может вы и найдете голос лучше Дегала. Так что желаю вам удачи. Ладно, до скорых встреч. . . Продолжение следует...